Музыка Так что оставайтесь с нами и зовите друзей. Ну а мы начинаем. И сегодня в выпуске, помимо всего прочего, вас ждет знакомство с новыми работами от двух, не побоюсь этого слова, культовых российских коллективов. Смотрим! Музыка Открывает обзор молодая и мощная команда из Бельгии, записавшая яркий дебютный полноформатный альбом. Более того, парни подошли к своему дебюту достаточно серьезно и в нагрузку к самой пластинке выпустили три весьма интересных видеоклипа, ссылки на которые вы найдете в описании. Исполняет же банда суровый и, можно сказать, экстремальный альтернатив металл с элементами грув и индастриал металл. Отличный вокал, заводные гитарные рифы и просто бешеный драйв. Альбом, без сомнений, удался на все сто. Музыка Второй студийной работой порадовала еще одна молодая группа, на этот раз из Америки. Участники этого яркого коллектива рубят бодрую и мелодичную альтернативу, напрочь пронизанную хардроковыми элементами, которые в сочетании с душевным вокалом и запоминающимися мелодиями придают звучанию команды просто потрясающую атмосферу. Новая пластинка получилась довольно легкой, но качественной и крайне интересной. Музыка Музыка Легендарная российская банда после восьмилетнего перерыва вернулась на отечественную металл-сцену с новым в четвертом по счету полноформатным альбомом. Команда была основана в 2001, но ушла в безвременный отпуск в 2007, успев записать три безбашенных студийных альбома, последний из которых «Узоры шрамов. Законы войны» в 2006 году был удостоен премии рамп телеканала A1 в номинации «Альбом года». Воссоединившись в прошлом году, парни продолжили рубить мощную и взрывоопасную смесь таких зачетных жанров, как модерн-металл, грув-металл и хардкор. Или, как справедливо определили свое направление сами участники, Angry Metal. Новый альбом получился суровым, агрессивным и очень насыщенным. И без сомнения пополнит и без того нехилые ряды поклонников этой достойной команды. Мутная вода разъединяет веток, промокательные башни, башни для баскетпа, профессирует металл, разумеется, выбор, а но... Нет, нет, разума больше нет, с**молен не будет отжалеть, три самые главные силы ответа, с**цы. Второй полноформатный альбом выпустила относительно молодая команда из Америки, образованная в 2006 году. Основное направление музыки, свойственное группе, это альтернатив рок, а иногда и альтернатив металл. Однако, судя по новой пластинке, парни не загоняют себя в какие-либо жанровые рамки и вовсю экспериментируют, что придает новой работе свой особый колорит. Также хотелось бы отметить, что и без того разнообразные и продуманные треки альбома профессионально украшены яркими электронными фишками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательный дебютный мини-альбом записал интересный американский проект, состоящий всего из двух участников. Парни жгут экспериментальный металлкор, к которому смело можно добавить приставки прогрессив и техникал. Необычные и замысловатые мелодии, насыщенные жестким вокалом, сложными джентровыми оборотами и искусными партиями ударных. А особо хотелось бы выделить весьма нестандартные электронные вставки, вносящие в музыку парней элемент самобытности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно спокойный и очень мелодичный альбом выпустила молодая группа из Великобритании. Участники этого трио исполняют весьма позитивную и легкую альтернативу, удачно разбавляя ее элементами жанра хард-рок. Примечательно, что все три участника группы исполняют вокальные партии, а ведущий вокал принадлежит ударнику. В целом пластинка получилась вполне удачной, особенно если учесть, что это дебютная работа парней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на очереди еще одна легендарная российская команда, представившая на суд публики свое седьмое полноформатное творение. Именно творение, потому как альбомом в обычном понимании этого термина новую работу коллектива назвать довольно сложно. Это полуторачасовая концептуальная история, состоящая из 20 треков, воспринимать которую рекомендуется строго целиком. Сам же проект был организован в 99-м году композитором-мультиинструменталистом Сергеем Шубиным, который известен своей нечеловеческой творческой активностью. Основным же направлением, свойственным музыке всевозможных проектов автора, принято считать экспериментальный электроиндастриал с элементами до чего угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая банда, представляющая штаты, порадовала просто убойным. Вторым полноформатным альбомом. Суровые мужики рубят мрачную смесь таких жанров, как нью-металл и хардкор, активно используя оркестровые аранжировки. Музыке парней присуща особая трагичность, которая объясняется происхождением группы из городка Флинт, считающимся вторым городом в США по количеству преступлений и известным под другим именем Мардертаун. Новый альбом получился действительно мощным, гнетущим и атмосферным и без сомнений заслуживает высших оценок. Искренне рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и напоследок яркий второй студийный альбом от относительно молодой команды из Италии. Участники коллектива, образовавшегося в 2010 году, исполняют высококачественный мелодик Dead Metal с элементами прогрессив металл. Красивые, можно даже сказать изящные электронные вставки отлично гармонируют с мощными напористыми гитарными рифами и сильным мелодичным вокалом. У альбома есть всего лишь один минус. Это его продолжительность в 34 минуты. Что даже немного странно, учитывая направление группы. В общем, ждем продолжения. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи, самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте, РМО Медиа Групп. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. До встречи в новом году. Пока!